приветствую дорогие друзья всех на самом канале меня зовут дмитрий попросили в деревне купить новую тачку на двух колесах я конечно привержен к одного колеса потому что одно колесо мне кажется намного маневреннее лучше мне нравится одноколесные вот это моя телега и сегодня я заодно купил себе полиуретановое колесо взамен вот этого старого колеса данная тачка у нас 120 литров стоит она 5000 рублей на полиуретановых колесах и 4000 на обычных колесах как видите разница есть ли все намного меньше и я рассказал что уже кстати напишите в вашем регионе дорого ли это или дешево 5000 за такую телегу полиуретановые колеса покупались именно из-за того что в деревне нету насоса нет возможности клеить кстати по камерам и покрышкам значит есть такая вещь 2 и здесь есть маркировка 2 пир 4 пир 6 пир 8 пир это слои резины чем больше резины тем качественнее конечно же у нас покрышка нитки слой резины и второй слой резины все это 2 пир 4 слоя 4 пир 8 слоев 8 пир сделано из трубы 35 ноги 25 все это собрано через 20 металлопрофиль уголок сплющили незнамо на чем-то кувалда или какой-то молот есть но очень топорно все сделано сварные швы кстати обращайте внимание всегда на сварные швы два колеса это две статьи расхода так скажем до 4 подшипника удорожание самой конструкции данная телега более мобильные более маневренные если у нас лето весна мягкие грунты можем постелить одну доску и ездить по одной доске здесь нам понадобится уже две доски телеги очень хорошая развесовка и здесь вот если бы было видно говорилось о том что 30 процентов переходит по весу именно на ручке все остальное уходит на корыто как-то на колесо то есть здесь реально сбалансированная телега я везу и отдыхаю беру наши садовые тачки там конечно полный чему я ее выбрал потому что опора колеса и даже ножки да они шире чем сам то есть телеги у которых большой таз а рама маленькой когда мы нагружаем тачка падает еще хуже когда вот эти ноги из каких-то дюралевых уголков и они просто подгибаются туда или сюда они разъезжаются здесь ставят укосины то есть все что угодно здесь целиковая труба которая переходит у нас в поддержку этого таза это очень хорошо кстати обращайте на это внимание как крепится таз здесь пять точек креплений раз . и четыре точки там данные телеги также есть пластиковым исполнение мне показалось самое слабое место в пластиковом тазу это места крепления если сравнивать полиуретан и пневматику так скажем да резину то конечно же резина она более комфортно едет она более амортизирует то есть мы огибаем все неровности это как телега в 17 веке деревянные колеса то есть мы в 21 веке вернулись обратно на деревянные колеса раньше деревянные колеса бивали с металлом ну а тут принципе все тоже самое до железные обода прекрасный такой скачок во времени и в технологиях вернулись телегом ну а вот кстати в деревне эти колеса будут достаточно удобные во первых там некому их накачивать там нет насоса там нет машины то есть туда отвозится эта телега и человек не должен вообще и иметь никаких проблем именно вот такого плана как мы имеем постоянно с этими покрышками то есть вы представляете да полиуретан хоть и заявлено 120 килограмм нагрузки я думаю что здесь она не выдержит 120 она просто нам стра слоится развалится трескается или все что угодно возможно со временем это точно произойдет поэтому кто хочет узнать что будет с этим колесом то есть вот с этим колесом что будет дальше подписывайтесь на канал я обязательно сразу же расскажу как развалится этот полиуретан насколько долговечные эти колеса будут конечно же мы увидим чуть позже если вам это интересно еще раз повторюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки кому было интересно кому бесполезно дизлайки всего доброго до встречи на канале